Креп наш наш ушной дождь, нам весь устали, нам долгий наш. Все 48 дней, пока шел пост, Людмила Степанова ограничивала себя в еде и молилась. Для нее Пасха – один из главных православных праздников. Мал кушаешь, все ходишь, только молиться, молиться. Потому что Бог ждет от нас молитвы. Полит и спасет нас, я как лапы черный прирубит. С самого утра во всех храмах службы верующие молятся спасителю, которая пожертвовала собой ради искупления грехов человечества. Страстная пятница – самый строгий день перед Христовым воскресением. Комитессенция всего Великого Поста – это Пасха. Красная нить. Мы постимся, аскео тренируем. Не для того же, чтобы холестерина меньше стала, а для того, чтобы укрепиться в своей душе. В Викарском цеху агропромпарка горячая пора. Всю ночь и утро здесь пекли куличи. За несколько дней – 3000 штук. Традиционные украшения – глазурь и разноцветные конфетти. Все на прилавке для праздничного стола. Рецепт куличения меняется уже десятки лет. Основные ингредиенты – это мука, сахар, яйца, маргарин и наполнитель. С ним, кстати, не экспериментируют, ведь кулич – это традиционный продукт. В качестве наполнителя могут быть стукаты или изюм. В магазинах сегодня праздничная суета. Люди берут сразу килограммы творога и десятки яиц. Ажиотаж был всю неделю, очереди стояли километровые, народу очень много. Собираемся традиционно всей семьей, чтобы целая церемония – красить яйца. И поэтому столько сейчас предложений по всяким разукрашиваниям у нас яиц не хватает. Готовимся куличи уже, готовимся красить яички. Вот вся наша подготовка. Завтра – Великой Субботой и Благовещение Пресвятой Богородицы. Утром во всех храмах пройдут богослужения. Уже в ночь на 8 число – пасхальные службы и крестный ход. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова